Пропустили мы гномов возле хатки-чатки, где мы ели. Смотрите, какая красота. Нет, они здесь. Ну, хатка-чатка там, да. А мы здесь какая-то курная чата. А все эти новенькие. Нет, это такие, маркетики. А тут это бутылка у него золотая. С рыбой, что ли? С рыбой, да. По-моему, сетка с рыбой. Ну, они же договариваются. Он ему денежки дает, бачишь? А он ему рыбку дает. А тут еще бантик это завязан взять. Да, прикольно. Совсем рядом с ратушей на площади рынок. Наташа вот в углу. Информационное бюро. Здесь информация для туристов. Нашла гнома такого туристического. Смотрите, какая прелесть. Ну, такой затертенький уже. Турист показывает и рассказывает нам. Наверное, где остальные гномы. Кстати, есть книжечки. Ну, где остальные гномы стоят аж 12 злов и где-то книжечка. Вот такая, наверное. Ну, мы и так много находим. И так всего интересного. Ну, ходить по книжечке искать, наверное, деткам интересно. Они с такими книжечками и детками, да? Так что, были замечены. А мы с вами ищем много гномов без книжечек. Ага, вот такая вот, смотрите. Вот, оперный театр. Уже, наверное, показывали вам его в каком-то видео точно. И нашли гномов. Я увидела. Просто я без камеры шла. Балетные гномы. Балетные, красиво. Тут колпачок затерт у гномики, балеринки. Этот такой. Ох, по-моему, поет еще. Краса какая. Искать гномов, конечно, это классно. Вот, ну, мы сейчас ищем совершенно другой объект. Надеюсь, найдем уже второй день ищем. Мы уже ввели в гугле, уже врослили так ходить, искать. Будет интересно. И этот объект я вообще видела бы у многих путеводителей мира. Ну, очень хочется и сфоткаться возле него, и вам показать, и самим посмотреть. Опа! Просто тут таксишечка так прям завернула. Вот, везде красивые и зеленые места. Но это врослах. Это вот, мы уже показываем так, церковь корпус. Наташа идет. Идем мы вперед и вперед, и увидели гнома. Гнома с портфельчиком. С портфелем и телефоном. А, знаете, такой бизнес-гном, я поняла. Ух ты, какой! Прям вообще такой. Классно. Наташа фоткает меня, я фоткаю ее. Ох! Только перешли дорогу. Дам еще вам полюбоваться трамвайчиком. Красота. На фоне красивых зданий. И такой необычно покрашенный трамвайчик. Тридцать первый номер. Интересно, куда он идет. А здесь галерея. Реномэч и Ренома. Так напишут еще. Не понятно. А, галерея, ну, магазин, мол, короче. Всякие прибабахи для компьютеров. И где же это место? Все ищем, ищем. Фу, ну все равно найдем и вам покажем. Вроде Google уже ведет нас прямо, хотя я как думала, что это поворот должен быть. Ведет нас и ведет, и вообще еще не видно. Еще не здесь. Ну, зато красиво и зелено. Идем, переписываемся с друзьями. У Наташи интернет здесь есть. А ровно нехорошо. Ну, найдем же когда-нибудь его обязательно. Ставьте лайки, вы с нами. Нам не скучно. Вот, мы искали пассаж. Но фигур я пока еще не вижу. Ладно, скажу, что она написана. Ну, не знаю, ну. Идем прямо по пассажу. Надеюсь, что эти фигуры уже здесь будут. Вы, может, уже догадались, о чем я говорю. Всякие прикольные вкусняшки. Мигалки здесь часто. Ой, кого вы тут? Ага. Опять что-то скорая. Полиция. Полиция. Кстати, по Кракову тоже много раз было. Мы идем, она мау-вау-вау. Мигалка. Раз скорая, раз милиция, раз пожарка. Потом раз скорая, раз милиция, раз пожарка. Может, они тренируются, типа, так, переезжать постоянно. Да, но так. Ну, нажали. Уже бедный просидел, смотри. Да, жарит на сегодня такая, что вообще просто выносит. Но все равно, мы можем это походить по душе, а все равно. Вон, я их вижу. Вот они, народ, вы нашли их. Красота какая. Вы уже, наверное, догадались, кто во Вродцеве был, про какие фигуры идет речь. Бронзовые фигуры, которые из одного перехода уходят в землю, как бы символизируя с собой, что польский народ втаптывали, гнобили. И с другой стороны они поднимаются. То есть все равно было сопротивление, все равно народ поднимался. Ну, и шел вперед. Молодцы. Да, 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 я вижу сейчас. Да, я вижу, что мы сейчас пройдем. Так, вот они. Ёлки, какие они интересные. Так, подождите, я аж... А вот они на другой стороне. Вон там просто парень улыбается, обнял уже какую-то фигуру. То есть смотрите, видите. На самом деле, я думаю, что это очень печальная, печальные истории, которые были у всего народа. Тут, ладно, обойду. Мужчина хочет сфотографировать, насколько реалистична женщина. Я даже вам передать не могу. Насколько мелкие детали, вплоть до, я не знаю, до вот кофточки. Это вот такой, знаете, видно, как старая, потертая. Какой-то вот в грязи сарафан. Это кофта, да, сарафан. И бутылочки, да, это я уже описала кофту. Вообще, насколько реалистично просто. Мужчина с городой. И в шапке в такой. Который, кстати, очень популярный. Дальше такой чепчик, похожий на каждую очки. Сумка. Местец просто. Как все реалистично. Я не знаю, как вам это передать. Тут даже дрожь такая. Там мужчина стоит с фотиком, все пытается сфоткать. Я уже отходила пару раз. Ну, родной, давай, ну что ж ты ждешь-то. Наверное, хочешь, чтобы вообще никого не было, ну, такое не бывает. Еще, кстати, перейдем с вами на другую сторону. Но эти скульптуры я видела во многих путеводителях. И когда увидела, что это во Вроцлаве, я обрадовалась, что действительно мы можем их посмотреть. Ну, вот это, ну, круто. Круто вот. Конечно, можно поприкалываться, обнять фигуры, стать возле них. Ну, не знаю, вот как-то обнять, поприкалываться. Ну, за ними стать. Не хочется сейчас. Просто вот сфотать, действительно. Потому что, ну, вот это передает тяжелую судьбу людей. И довольно-таки реалистично. Это отнюдь не гномы. Вот девочка все бегает. А я думаю, а то парень, девочка все бегает и становится. Ну, умничка. Ох, идем мимо этих фигур, скульптур на другую сторону, честно. Ну, вот классно, что символизирует дух восхождения. Но все это как, так очень печально и реалистично, честно. Сейчас подождем. Как трава сквозь асфальта. И найдем этих же героев на другом, на другом берегу их жизни, баррикады, дороги. Я даже не знаю, как это сказать. Хорошо бы просто на другом берегу дороги. Но все намного сложнее и запутаннее. Ох, просто так оно как-то символично. Люди в бронзе, которые символизируют, наверное, многие века, многие, многие события. И просто вот простые люди, которые сейчас такие наслаждаются. А, просто фигуры в бронзе. У меня как-то торпнуло, я не знаю. Как-то не знаю. Думала, приду, повеселюсь. Что-то как-то не очень. Ну, просто очень уж бабушка реалистичная, такая, платочки, что как-то... Идем. Не в это время веселиться просто. О, уходят другие люди. Я думала, одни и те же. Мужчины в такой шапке не было, в шляпе. Вот, смотрите. Ну, конечно. Уже мне чем-то Индиану Джонс напомнило. Да, сейчас захожу. Вот мужчина тоже. Видно, работник в такой рубашке. Женщина в сумке с шарфиком. С сумкой, да? С сумкой, да. Ох, это намордник был? Да, наверное. Наверное, хозяин, ищущий свою собаку, которая уважала, видимо. Да, поводок не заметила сначала. А вот женщина с коляской, коляска разбита. Мужчина с портфелем. Знаете, нет такого, чтобы их терли. Нет такой золотистости, как в гномах. Ну, тут на удачу, наверное, их тереть не будешь. И, наверное, мужчина-путешественник с таким чемоданом, который, ну, символизирует такие прошлые времена. Такой вот плаще, в рубашке, с такой помятенькой. Ух, просто как, не знаю. Они все уходят, и там уже другие люди поднимаются наверх. Ну, дай бог, чтобы жизнь у этих фигур сложилась хорошо. Хотя, конечно, думаю, что нет. Ох, елки-палки, какие же нереалистичные. Я просто вам передать не могу. Я сейчас застыла, люди так на меня странно, может, смотрят как-то издалека. Не знаю. Трамвай поехал, жизнь кипит, солнышко, жара. Люди здесь стоят, и они такие вот напряженные. Ох. Ну, мне будет, конечно, интересно ваше мнение, ваши поменты. Ну, как-то прикалываться здесь, садиться на коляску и делать какое-то глуповатое фото вообще не приходит в голову просто. Такая, думаю, сейчас стану, типа, с ними рядом, там, что я ухожу, что я захожу. А нет. А нет, как-то страшно. А, и трамвайчик. Ну, трамвайчик радует, честно. Трамваи добавляют настроение и во Львове, и в Кракове, и во Врославе. Кики уже осталось мало. Наташа вон переписывается с друзьями, идет. Пишет, что у нас тепло, у нас хорошо, хорошее настроение. Ну, вот такие у нас сегодня видео. Я надеюсь, позитивные. Все равно мы показали вам фигуры, которые известны во всем мире. Пишите комменты, ставьте лайки. И буду очень рада. И гномов поискали. Ну, в общем, видео было все-таки, надеюсь, более позитивным, чем грустным. Не мороженое нас интересует в этом видео. Не мороженое. Абсолютно отриожь гнома. Наташа увидела первых двух, а я уже того, который рядом. В карты играют, в картежники. А, так это тут это. А это такое, это казино, типа автомат. Ну да, автомат. А, ты ж... И что, выиграл? А ну, Наташа, по три, может, и выиграешь. Давай. Все, на фарт трем гномов и надеемся выиграть. Ну, мороженое здесь, Лоди. А он грузинская пекарня. Вот, а где-то подогреться. Все, Наташа идет в грузинскую пекарню. О, ну, конечно, здесь вкусненько. Смотрите. Даже вам озвучивать не буду, просто покажу, что есть. И это называется «Прощай, моя фигура». Боже, что это за... Боже, соль. Это что такое? 11 злотых, о господи. Булочки, булочки. С этим, со всякими... С корицей, со всякими наличками. Да, классно. Боже, как вкусно. И девушка там готовит. У-у-у, шикарно. Какое-то учебное заведение. Мне какой-то, наверное, институт археологии напоминает. Не знаю, почему. Но почему мы здесь остановились. Наташа увидела тех, которых справа, я тех, которых слева. Это на фонарь залазит, да? Гимнаст. Хм, класс. Ну, такие они, такие милые изображения. Этот перерезает ему трос такой, да? А тот везет чинить. Такие двери открывались автоматически. Смотри. Офигеть. Я еще такого не видела. Да, и там никому нет. Привидения. Так, а это что у нас такие? Ну, что у техники? Наверное, какая-то техника, реально, как кинотеатр. Оно работает? Да. Наталка заводит. А что тут нот написано? Не делай? Ну да, но ты все равно делаешь. Вот такие красивые гномы здесь есть. Сегодня прям улов какой-то гномов. Переходим на светофор. Оттуда мы шли. Отель европейский. И тут европейский гном. Самый настоящий европейский гном. Кстати, отель три звезды такой. Ну, прикольный такой вход у него. Гном такой путешественник на чемодане. На чемодане написано Европа. Такой показывает на отель, давайте. И пятюни Наташа отбивает гному по-любому. Что же делать-то? Ну вот, мы уже практически в родных пенатах. Вот этот отель. Там завернуть уже наш Ибис будет и вокзал. Вот вокзал. Вот и наш отель Ибис там. Мы в Вавроцлаве. Тепло. Всем пока.